Привет всем ребятки, рад вас видеть в нашем мире цветных чернил и рисунков и вообще просто рад, что ты зашел ко мне в гости, садись, бери пироженку или может тебе котлетку надо, ты не стесняйся, ну говори, что ты любишь больше, сладости или мяса побольше? О, где мясо, я уже здесь, эээ, Борис, Борис, это не тебе, я для гостей оставил, а ты чай тащи, 100 кружек, нет, хотя нет, давай лучше 200, будем устраивать конкурс, а чтобы было вдохновение, надо попить чайку с чем-нибудь вкусненьким, ну что ты стоишь, ну давай выбирай, пироженку тебе или мясо, мне мясо и побольше, да Борис, я вообще не о тебе говорю, я о наших гостях, привет мальчики, я надеюсь конкурс платьев для меня будет? Здравствуй девочка, нет, это будет самая скучная тема из всех, что можно придумать, я вот предложу нарисовать для меня новые костюмы, это самая лучшая тема Да ну вас с вашими тряпками, надоели уже, лучше рисовать мясо комбинат и меня в кресле директора Майлорд, можно я тоже предложу тему? Слушайте чернильные мои, вообще тема у меня уже давно придумана, ну раз все высказались, то пожалуйста Сэмми, давай свое предложение Я бы хотел, чтобы меня нарисовали в новой кухне, где есть абсолютно все Сэмми, да на твоей кухне и так полно приборов, и кофеварка, и комбайн, и тостер, и хлеборезка, и соковыжималка, осталось только душ туда с туалетом поставить и кровать И все, и можно там жить Майлорд, кровать мне там точно не нужна, я сплю в кресле под пледиком и мне очень удобно Мальчики, мальчики, вы ушли от темы, какие кресла, какие пледы, какая кухня Бенди, ну рассказывай, какой будет конкурс Эта тема была у нас ровно год назад, и многим она понравилась, поэтому я решил сделать дубль 2 Итак, дорогие мои художники, тема сегодняшнего конкурса Ваш любимый ютубер К ним относятся все, кто обитают на ютубе, аниматоры, геймеры, стримеры и тому подобные люди К ютуберам можно причислить даже тех, кто показывает слаймы и прочую ерунду Как обычно, 4 лучшие работы будут помещены на обложку нашего канала Поскольку большинство у нас ходят в школу, уроки, все такое, некогда рисовать Рисунки будут приниматься до конца сентября То есть у вас будет целый вагон времени, чтобы нарисовать вашего любимого ютубера Так что садимся внимательно, начинаем шевелить в своем мозгу Кто же у вас вот самый-самый любимый, ну или кого проще нарисовать, того и рисуйте Работы будут выбираться по такому принципу 10 самых лучших выбираем мы, выставляем их на голосование И 4 работы, которые наберут больше всего голосов, будут победителями Ты еще забыл сказать, чтобы пометку ставили конкурс Да, пометку обязательно надо поставить, чтобы мы не потеряли вашу работу И кто стесняется прислать свою работу на стену, могут присылать ее в сообщения А что тут стесняться, у нас на стене все свои Ну ты знаешь, Борис, многие не любят, когда им плохие комментарии пишут Начинают стесняться, теряться, пугаться и убегают, короче, куда-то Поэтому если вы стесняетесь, не хотите получить плохой комментарий, то присылайте все в сообщения А еще не забывайте все хорошенечко раскрашивать Прям хорошенечко Поели гречки или какой-нибудь другой кашки с утра И тогда только садитесь рисовать А если покушать просто дошик, ну нету, например, кашки или не люблю я ее Можно кушать дошик? Нет, Борис, от дошика ты сильным никогда не будешь От дошика вот, лысым можно стать, например Да ладно, мне нельзя быть лысым Я же волк, я должен быть шерстяным Вот поэтому никаких дошиков Лучше макарошки свари, покушай О, ладно, все понял, побежал морить макарошки Борис, Борис, подожди, куда ты побежал? Кстати, что я вспомнил, ты же мне в прошлый раз обещал вести за меня выпуск О, да, точно обещал Ну слушай, мне надо макарошек покушать Я же не могу пополам разорваться Бенди, ну подожди еще немного Я быстренько сейчас сварю и прибегу Ну кому ты врешь, сваришь и прибежишь? Нет, я не вру, я самый честный волк в мире, я правда приду Я всегда выполняю свои обещания Бики-бики, Борис, а Бенди пока поможет мне выбрать одежду Какую одежду? Ну вот, например, я не могу определиться Как мне одеть, вот такое коротенькое платье? Или может быть все-таки подлиннее? Ну конечно подлиннее, Алиса, но я же тебе говорю, ветер дунет и все будет видно А длинное платье ветру трудно поднять Все, это были все вопросы на сегодня Нет, что-то у меня много вопросов, например, у меня вопросы для ребят Да ладно, ты вопросы для ребят нашла? Да, ты помнишь, я тебе говорила, что хочу быть хоть немного полезной? Ну ладно, давай побудь хотя бы минуту полезной, что ты там нашла? Вот, посмотрите внимательно на эти картинки Скажите, пожалуйста, как зовут этих персонажей и если вы знаете, то откуда они? Ой, Алиса, ну это все отгадают, ну это легкая картинка Ну это для тебя легкая, а кто-то может не смотрит такие страшные фильмы А могу задать посложнее, например, кто это такой? Алиса, ну для меня это вообще легкотня, я знаю кто это такой, он работает в буфете А ну-ка не подсказывай, пусть ребята отгадывают Еще одна картинка-загадка, кто эти девочки и из какой они игры? А они точно из игры? Ну конечно из игры А, я вспомнил, вспомнил эту игру А вот эта картинка-загадка, по-моему, очень трудная, надо отгадать, кто это Я с тобой согласен, очень трудная, потому что она похожа практически на любую девочку Алиса, а у тебя есть какие-то, ну вообще легкотня, задания? Конечно есть, например, посмотрите на этих двух братьев, скажите пожалуйста, как их зовут? И давайте последнюю картинку-загадку с вами отгадаем Посмотрите внимательно на эти косплеи и скажите, каких персонажей здесь косплеили и с какой они игры? Алиса, да это любой первоклассник, даже в детском саду тебе скажут, кто это такие Ты не могла посложнее найти? Конечно же могла, но я же не какой-то учитель истории, чтобы задавать сложные вопросы Ладно, Алиса, все равно ты молодец, хоть что-то полезное сделала Так, а где Борис, он сварил уже свои макарошки? Бенди, ну ты что, макарошки как минимум 10 минут варятся О, 10 минут, так только 2 прошли, еще целых 8 минут Да-да-да, ну ты пока почитай что-нибудь, вот описание, например, поприсылали Эй, ладно, придется пока самому вести передачу Обещанного, как говорится, 3 года ждут 8 минут-то не 3 года, поэтому подожду А у нас здесь в портал вылетает Лайла Фазбер, которой 18 лет Ей пофигу на все, семейное положение влюблена Любимая музыка Devil Swing, еще 20 штук Любимый цвет пурпурный, любимая игра я не вижу Любимое животное песики, любимое время суток это ночь А вот у Акича возраст неизвестен Слияние робокуриц из альтернативных вселенных по игре 5 ночей с Фредди, не может открывать свой рот, всегда молчит Но умеет писать, зато правый глаз светится в темноте А еще у него косоглазие и зеленые зубы Вот такая вот симпатичная милашка получилась Имя Неко, раса Неко, язык русский и, наверное, японский Пол-ламинат гендер женского пола Что любит и не любит, никому неизвестно Это Харавия, характер которой можно определить по ее значку Если сердечко это веселые, дружелюбные Разбитые сердечко злые, эгоистичные Какой-то цветочек это спокойные, тихие Капелька грустные, дружелюбные Листочек это обидчивые, спокойные Звездочка это веселые, эгоисты Если на ней нарисован ножик, то бегите подальше Потому что это садист или какой-то злый день Это Мари, которая обожает шоколад и убивать А ненавидит она Гезе Фредди Это что такое Гезе Фредди? Газированный Фредди? Нет, не думаю, это, наверное, Фредди из какой-то вселенной Потому что я, например, никакого газированного Фредди не знаю Но ты знаешь, Алиса, если скушать испорченную пиццу, то газированным может стать любой Ай, какая глупая шутка Ну ты же ее поняла, значит не такая уж и глупая Ладно, ладно, не отвлекайся, давай читай дальше А что дальше? А дальше у нас лайм ему целых 38 лет, метр 76 ростом Красивый зеленый человечек А вот эта пони говорит, что есть страдания, но любовь странная штука Не совсем понятна фраза, но, по-моему, страдания есть везде Даже когда вы идете в школу, там сплошные страдания На любом уроке вы страдаете Так что не обязательно влюбляться, чтобы страдать Можно просто пойти куда-нибудь и там пострадать Цоя женского пола не в дробь животное, корова, сова и кошка, орлица, ей 35 лет Это что, это в ней смешалось это все? Корова, сова, кошка, орлица? Так, я вижу только рога от коровы, а где все остальное? От совы, от кошки и от всех, от всех Ну, может, у нее там хвостик где-то сзади есть? Ну, ладно, хорошо День рождения Кому-то исполнилось 12 лет Надо было себя подписать, ну, хотя бы имя Ну, что, автор? Автор, а кто автор-то? У нас же куча сотни рисунков, мы всех запомнить не можем Ну, в любом случае, мы тебя поздравляем Нам туда? Нет, нам вон туда Вон-вон, знакомая ситуация Идете вы с другом на какую-нибудь улицу Гоголя И вы говорите, улица Гоголя слева А твой друг говорит, ты что, дурак? Улица Гоголя справа И ты тут думаешь, стоишь А реально, может, я дурак? Может, она правда справа? Имя Смарт Фамилия у него, как у родителей Ему 15 лет Мужского пола Любит рисовать Вид аниматроник Есть 4 сестры и 6 братьев Он родом из пиццерии ФНАФ 10 На вид кажется веселым и жизнерадостным А по-настоящему он грустный, депрессивный человек Но он же не человек, он же аниматроник А это, представляю вам, моя жена Я, правда, не знаю, когда я успел жениться И ни разу жены возле себя я не видел Но тут так написано, что это моя жена Я даже ее имя не могу прочитать По-моему, Алексахина ее зовут Ей 19 лет У нее есть магия И что-то происходит страшное с глазами А дальше я там ничего понять не могу Что там написано Добро пожаловать в пиццерию Даниэля Это средний рисунок А вот это первый рисунок Как выглядел Даниэль Но потом автор точил, 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 точил свой скилл И наточил его вот до такой степени Что Даниэль стал каждый день кушать пиццу Стал немного короче ростом И стал упитанным мальчиком А возможно у Даниэля просто хорошая бабушка А вот родители у него, видно, плохие Потому что они его выгнали с дома И безработный Даниэль стал жить на мусорке Но даже там он спрогрессировал Молодец Даниэль, он не сдался суровым условиям жизни И Катерина у нас тоже не сидела просто так Она точила свой скилл и за год подняла его до невероятных вершин А Гриша в школе занимается тем, что перерисовывает рисунки своих друзей Вот еще один замечательный прогресс Посмотрите, как изменилась эта девочка всего лишь за один год А вот Марта не изменилась Она как была красавица, так и осталась красавица Ей 18 лет, она женского пола Относится она к разделу космические девчонки Обитает в клубе любителей сладкого Я тоже хочу к ним У нее есть подруги, это Сахарок и Лолита И они никого не стесняются Любят кушать после шести тортики, пироженки и все самое вкусное А это Мика, раса львица Она любит играть и убивать своих жертв За Бенди убьет Дальше о ней ничего не известно Это хорошо, меньше знаешь, лучше спишь А вот у Милани Большакова известно то, что ей 14 лет Она любит все, что любит ее автор Характер как у автора Боится темноты, открытой высоты И является пугалом для дебилов Эксперимент R-180 или просто Ями Одного метра ростом женского пола Любит есть человеческие кишочки Если не принять лекарства А если принять лекарства, то она, наверное, кушает фрукты, огурчики и помидорчики Дарья Шварц в батиной рубашке, которой 27 лет Но по-настоящему ей 45 Она скрывает свой возраст, потому что отлично сохранилась Кол уже ушел, верно, спрашивает он Поэтому я съем его бутер Слушай, не ешь его бутер Он ушел уже очень давно Этот бутер давно уже испортился и покрылся плесенью Выплюнету гадость А это еще один молодой человек из Дарьиной семьи Его зовут Генри, ему 32 года А вот это я не смог прочитать Это собака Клима Дуся Или подруга Что там за слово написано Короче, она Клима А это тот самый олень-гимнаст Я угадал, что он гимнаст, который был в прошлой передате Это Таня, ей 24 года Что она не любит, неизвестно А не любит она то, что над ней были опыты Людей, кто над ней проводил опыт, она тоже не любит Когда ей было 7 лет, у нее были проблемы с сердцем Родители девочки позвонили в больницу Им сказали, что у нее рак сердца Во время операции доктор что-то сделал не так И девочка должна была умереть Но не умерла, доктор был в шоке Еще несколько операций, но рак не вылечивался И в той же самой больнице были доктора, которые любили проводить эксперименты И вот они обратили внимание на эту выжившую девочку И решили провести на ней опыты С тех пор прошло уже 10 лет Ей исполнилось 17 и над ней все время ставили опыты В конце концов ей это надоело, она сбежала и теперь живет в лесу А Лорд Омега решил показать, почему же он хочет убить всех в мире цветных чернил Вот из-за этой фотографии он хочет всех убить Но он неправильно понял, они просто молочные зубы друг друга выдирали И вообще он не Лорд Омега, а один из его воинов А это еще один прогресс, просто супер прогресс Посмотрите, как девчонка-то изменилась А дальше у нас маленький комикс о нашей дружелюбной стене Всем ворам в законе, хай, яви... Фу, уйди, блин, капец, опять Ладно, сейчас я удалю всех персов, сменю шрифт, кисть, стиль И буду рисовать, как нормальные швайны Возможно, даже лайков будут А, что-то я не поняла Дура, капец-пипец, определись уже со стилем Блин, бесишь, куда пропала на два года Вообще, что за хрень, рисуешь некрасиво, иди научись, ок, да? Ха-ха, что ж, пойду учиться Правильно, учиться никогда не поздно Хоть через два года, хоть через три Например, Ника, посмотрите, какие рисует теперь прекрасные костюмы Вот можно любой из них на Хэллоуин брать и прям смело одевать И ты будешь топ А вот нашего Иксушу никто не боится И присылает ему рисунки на критику Давайте же его послушаем, что он нам сегодня скажет А что я вам сегодня скажу? Например, вот этот рисунок Замечательный, красивый Хорошенькая Алиса Хотя кто-то подозревает, что это срисовка Но все-таки неплохо срисована Этот бендяй немного кривоват И на фоне непонятно, что происходит Но автор все-таки старался Поэтому он молодец А Юлия рисует монстров Куда-то ее понесло в ту область Ну что ж, Юлия, ты большая молодец Вот хочется еще раскраску тут увидеть Для полного счастья Еще один бендяйчик Тоже похож на срисовку, потому что где-то я его уже видел Но все равно он нарисован аккуратно Ну хотя бы за это можно похвалить А это просто супермодель Отличная одежда Прекрасные волосы Немного хвостики странно расположены Ну возможно она их налакировала А вот ноги вот немножечко не удались Которая на мячике стоит хорошо получилась А которая прямо слишком толстая в районе колена Вот поправить бы этот момент И ноги чуть поближе друг к другу нарисовать И все будет замечательно Татьяна была явно пьяна Когда рисовала Кристиана Потому что он у нее весь кривой получился Татьяна, бросай пить, вставай на лыжи Билли из фильма Пила Бедный Билли, его все били Он замечательно нарисован У него красивые блестящие глаза Вот даже не назовешь Билли каким-то монстром Он похож на милого старикашечку Который вышел на пенсию Поэтому я не знаю, что здесь можно прокритиковать Так, сейчас я попытаюсь понять смысл Здесь видимо души умершие Напали на этого Спрингтрапа И, наверное, фиолетового охранника Не знаю, что тут критичного Кроме света, солнца И вот этой разделительной полосы Которую можно было ну линейкой, например, провести Раскрашена довольно неплохо Еще одна милая леди Мне кажется, у него слишком большие глаза Надо бы поменьше их сделать Ушки развернуть в разные стороны И немного понежнее тени на кофте Критику и Ксушу позовите срочно! Если бы Ксуша еще понял, что здесь нарисовано Тогда бы он точно смог прокритиковать Но я не понял, поэтому я не смогу Вот тут понятно, тут Чика, пироженка Все мило и красиво Правда, фон не очень хорошо зарисован Но ничего, и так сойдет А вот ничего не сойдет, надо стараться изо всех сил Вот ты пропустил еще один рисунок Ой, ну тут-то вообще критиковать нечего Ну идеально ровные линии Раскрашено прекрасно Милое лицо Никакой критики, только пятерка с плюсом Это все замечательно А вот где Борис, который обещал мне провести выпуск? А я вместо него все провел Ой, я уже бегу Посмотрите, какую я колбасу нашел Борис, это игрушка Я ее купил для украшения своей кухни Верни немедленно Нет, я тебе ничего не верну Это моя колбаса Все, я побежал Пока, ребята Эх, побежал он Ты мне должен два выпуска будешь Хорошо, хорошо Хоть три, обещаю Ну вот, все разбежались Я один остался А мне-то заканчивать выпуск уже пора Потому что все рисунки на сегодня мы посмотрели У нас, конечно, их еще много-много-много Но мы их посмотрим в следующей передаче А вам я пожелаю вдохновения Хороших оценок в школе И не забывайте рисовать вашего любимого бендяя А также поставить лайк, подписаться на канал И написать хоть какой-нибудь комментарий А я вам покажу лучшие комментарии Из прошлого выпуска Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok